Игорь Дадон готов стать первым добровольцем, который протестирует российскую вакцину от коронавируса. Об этом глава государства заявил в программе «Президент отвечает». Очередной выпуск, где он появляется в кадре с легким загаром, был записан его женой на мобильный телефон на территории подмосковного санатория, куда Дадон отправился на обследование. Также президент привел некоторые подробности об отпуске своей семьи. И это после того, как СМИ написали, что он якобы отдыхает на роскошном курорте в Турции. Дадон добавил, что двухнедельный карантин по возвращении соблюдать не намерен. Он пробудет дома лишь несколько дней, а затем сдаст тест на COVID-19. На фоне леса в повседневной одежде Игорь Дадон появился в новом выпуске передачи «Президент отвечает». Он рассказал, что пока Российская Федерация использует разработанную вакцину от коронавируса только внутри страны, но когда препарат будет доступен и для других стран, он будет первым молдаванином, который ее протестирует. Дадон говорит, что этот вопрос уже обсуждался с официальными лицами в Москве, где он сейчас находится в отпуске. «Когда решат использовать вакцину за пределами России, я готов предложить себя в качестве первого из граждан Молдовы, чтобы протестировать на себе эту вакцину. Я готов рискнуть и своим здоровьем, если необходимо, чтобы вакцина быстрее попала в Молдову. Я очень надеюсь, что это произойдет в ближайшее время». Также глава государства сообщил, что проходит обследование в подмосковном санатории, где он находится вместе с женой, а его дети отправились в Турцию с братом Дадона. Президент уточнил, что вся семья сдаст тест на COVID-19 по возвращении в страну. Напомним, на прошлой неделе Российская Федерация объявила о регистрации первой вакцины против коронавируса, а Минздрав России сообщил о производстве первой партии. В то же время Всемирная организация здравоохранения предупредила, что препарат еще не прошел аттестацию и призвала к осторожности в ее использовании и тщательной проверке вакцины. Хирург Конкоинститута задержан сотрудниками НЦБК по подозрению в пассивной коррупции. Он якобы требовал у пациентки 8 тысяч леев за проведение плановой операции. В сообщении для прессы отмечается, что врач вызвал женщину в кабинет и сказал, что всю команду, которая будет помогать при операции, нужно отблагодарить. За несколько дней до этого он попросил тысячу леев, сказав, что остальную сумму надо будет отдать уже после хирургического вмешательства. Женщина обратилась в НЦБК. На основании жалобы возбуждено уголовное дело. Хирургу грозит до 10 лет лишения свободы, если его вина будет доказана. Мы пытались связаться с директором Монкоинститута Ларисой Катринич, но она не ответила на наши телефонные звонки. К международным новостям. Избитый и подвергшийся пыткам несправедливо задержанный за участие в мирном митинге. О его судьбе друзья и близкие ничего не знали несколько суток. История Павла, жителя Минска, одна из тысяч, которые сейчас происходят в Беларуси. Людей, высказывающих свое несогласие с результатами президентских выборов, незаконно задерживают. Молодой человек поделился с нами своими эмоциями о том, что ему пришлось пережить. Подробнее об этом в нашем эксклюзивном материале. В Беларуси не стихают протесты. После прошедших в стране президентских выборов ежедневно в Минске и других крупных городах проходят акции с требованием отставки Александра Лукашенко. В них принимает участие десятки тысяч неравнодушных граждан республики. Среди них и 30-летний Павел Очевидец и участник мирного митинга. Еще 12 августа он присоединился к маршу женщин, пришедших почтить память первого застреленного в результате уличных столкновений с ОМОНом. Молодой человек с ужасом вспоминает тот день. Об этом он и рассказал нам в эксклюзивном интервью. Когда закончилось это все на площади Победы, и мы разошлись, меня остановили два человека, такие, знаете, как терминаторы в таком облачении, там спецаммуниция, все это. Стали осматривать, обыскивать. Де Юра, если так анализировать, меня похитили, избивали и пытали двое суток без всяких на то причин, без оснований. При задержании молодой человек не оказывал сопротивления, ему не объяснили, на каком основании его задерживают, где будут содержать и какая статья ему инкриминируется. Содержался Павел в тюрьме на улице Окрестина. Просто постоянно ты смотришь в пол и боишься, прогнозируешь, откуда, с какой стороны прилетит удар. Там были какие-то автоматические суды, которые, естественно, там без адвокатов. Там суд проходит 3-5 минут. То есть человек увешают, причем, несоответствующие там данные. По словам Павла, неизвестные применявшие пытки по отношению к задержанным скрывали лица под масками и были оснащены спецсредствами. Более двух суток Павла и остальных задержанных избивали дубинками, кулаками, берцами. На фотографиях, которые молодой человек нам прислал, отчетливо видны следы чудовищных побоев. Среди побитых на Окрестинах я, наверное, один из самых нетронутых. Мальчишкам, которые со мной находились, досталось просто в десятки раз сильнее, чем мне. Задержанных почти не кормят. За любые провинности лишают питья. Правозащитники и адвокаты не могут попасть к арестованным. Друзья и близкие поддерживают и подбадривают Павла и находятся рядом с ним после освобождения. Касаемо родителей, мама до сих пор не знает. Папе я рассказал. Мягко говоря, папа был в шоке, хотя он человек неэмоциональный. Маме мы условились не говорить, потому что мама такого не принесет. Более 10 дней на улицах Окрестина, напротив стен тюрьмы, куда свозят задержанных на протестах граждан, разбит волонтерский лагерь помощи. Городок разделен на штабы. Есть пункт первой медицинской помощи, полевая кухня, центр снабжения и самый необходимый – юридический штаб с адвокатами. Работают штабы по возврату вещей задержанным, а также люди, составляющие списки задержанных и освобожденных. Когда выходишь из этого ада, вот видишь вот эту толпу людей, меня на такие слезы прошибло, ну то есть я вот вышел просто и расплакался. Огромная благодарность людям, которые вот собираются возле Окрестина. Когда их видишь, понимаешь, что есть большой шанс не потерять веру в человечество, в человеческое отношение. Как и многие другие граждане, пострадавшие от действий силовиков, Павел старается донести до общественности информацию о нарушениях прав и свобод человека органами правопорядка. Побои после событий 9-14 августа снять не представляется возможным из-за высокой нагрузки. Чтобы получить направление на медицинское освидетельствование, надо написать заявление в отделении милиции, в котором и происходит избиение. По подсчетам экспертов международной группы, iSense, пристально наблюдающие за происходящим в Беларуси, только за прошедшую неделю доставлены в медицинские учреждения или самостоятельно обратилось 347 пациентов. Ранее говорилось о более чем 7 тысячах задержанных после крупных акций протеста против действующего президента Александра Лукашенко. МВД Беларуси официально сообщает о трех погибших в результате протестов. Ядов или их следов в организме Алексея Навального не выявлено. Об этом сообщил заместитель главврача Омской больницы. Оппозиционер по-прежнему находится в этой же клинике без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По мнению российских специалистов, транспортировка пациента пока невозможна. Врачи в Омске заявили об установленном диагнозе Навального, исключив вероятность отравления и отметив, что разглашать диагноз они не имеют права. О том, что это может быть, медики сообщили только жене и брату блогера. Администрация Омской клиники готова допустить к больному любых специалистов, которых родственники захотят пригласить. Напомним, основателю фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо 20 августа. Его госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором он летел из Томска в Москву. Из аэропорта блогера доставили на скорой в отделение токсикореанимации, где ему поставили предварительный диагноз, отравление неустановленным психодислептиком. В тот же день Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова в случае необходимости предоставить Навальному политическое убежище. Немецкое правительство выразило готовность помочь с лечением. Однако этим утром консилиум российских врачей признал оппозиционера нетранспортабельным, даже под ответственность родственников. В Кишиневском лицее имени Михаила Менеску уволились 8 преподавателей, сообщил для нашего канала источник, который пожелал остаться анонимным. Директор лицея подтвердил, что некоторые педагоги в возрасте уволились из-за пандемии. Они боятся заразиться коронавирусом на работе. Но сколько именно преподавателей ушло, не сообщил. В Министерстве образования говорят, что нехватка педагогов есть, поэтому оставшимся учителям разрешат иметь больше, чем полторы ставки, чтобы учебный процесс не останавливался. По информации источника, который попросил остаться неизвестным, в Кишиневском лицее имени Михаила Менеску собирается уходить 8 преподавателей. Директор лицея подтвердил, что педагоги в возрасте увольняются из-за пандемии. Вот она подала заявление и ушла. Некоторым из них повысили пенсию этим летом, и они решили, что могут себя обеспечивать, а некоторым помогают дети. В этом лицее всего 85 педагогов. Среди них есть преподаватели в возрасте, которые, несмотря на пандемию, решили остаться. Радика Градинару работает преподавателем начальных классов уже 38 лет. Этой весной ей пришлось освоить работу на компьютере, разобраться во всех программах, в которых проводили занятия удаленно. Я понимаю, что я тоже по возрасту в зоне риска, но так как в прошлом году у меня был третий класс, а в этом году он будет выпускным начальным классом, уходить сейчас нехорошо. Мы думаем и о детях. Родители рассказывают, что так устали от удаленного обучения, что уже не переживают, что из-за увольнения педагогов со стажем качество образования может снизиться. Мы должны все-таки поберечь своих учителей, своих преподавателей, которые в возрасте. Думаю, можно их на время заменить как бы другими преподавателями, которые в зоне риска. Директор лицея говорит, если не найдут преподавателей со стажем, будут приглашать работать студентов последних курсов в педуниверситетах. В профсоюзной федерации образование предлагают выдать педагогам премии в начале учебного года, чтобы они были заинтересованы остаться. Пытаемся добиться 50% от зарплаты каждому учителю к 1 сентября премия. И сейчас правительство ищет средства. Это просто стоит немножко миллионов денег. Если найдут эти средства, если это все будет сделано, есть шанс, что останутся люди. Зам. начальника управления образования Кишинева не ответила на наши звонки, а у советника примара по связям с общественностью нет таких данных по муниципию. И в Министерстве образования, культуры и науки говорят, что еще не знают, какая именно нехватка будет в этом году по всей стране. У нас нет еще окончательной информации по поводу того, сколько учителей, сколько молодых специалистов зарегистрировалось на начале учебного года. То есть это компетенция местных властей. Вчера министр образования заявил, что преподавателям разрешат иметь больше 27 часов в неделю, чтобы во всех классах проводились уроки. Соответственно, и зарплата будет выше. Чиновники не исключают, что некоторым педагогам предложат работать в нескольких школах. Председатель профсоюзной федерации образования заявил на днях, что уже много лет в школах Молдовы не хватает более 2000 педагогов, а в этом году ситуация усугубилась еще из-за пандемии. Праздник для самых маленьких жителей села Абадул-Лек от Теленежского района. По инициативе председателя политической партии Шор, этот населенный пункт тоже стал участником проекта «Детская площадка в каждом селе». На церемонию открытия приехали депутаты от партии, представители местных властей и, конечно, пришли сельчане с детьми. Илон Шор отметил, что цель проекта – возродить села Молдовы. У детей этого села раньше не было таких развлечений. Давно ждали, чтобы сделали что-то. Очень интересно, дети радуются. Председатель партии Шор Илон Шор отметил, что в этом селе реализуют все проекты партии, которые он возглавляет. Я уверен, что вам не будет стыдно за то, что вы выбрали нас. Я уверен, что нам не будет стыдно перед вами, потому что мы держим свое слово перед людьми. И главной целью партии Шор является возрождение нашей страны, возрождение наших сел. Мы сделаем так, что вам будет жить комфортно. Шаг за шагом мы сделаем это вместе. Родители говорят, что новая площадка – радость и для них, потому что дети больше не будут сидеть перед компьютерами и с телефонами в руках. Сейчас, во время пандемии, когда детский сад был закрыт, было тяжело. Дети просто сидели во дворе. А сейчас мы очень рады тому, что у нас будет место, куда можно приводить детей. Целый день сидят в телефонах, компьютерах. Здесь, думаю, им будет лучше. Депутаты, которые приехали на открытие, отметили, что все обещания партии будут выполнены. Мы очень рады, что сегодня подарили такую радость детям и их родителям, потому что они спокойно могут их отпускать на эту безопасную и прекрасную детскую площадку, для того, чтобы дети проводили свой досуг. Местные власти поблагодарили команду партии Шор за детскую площадку. Благодарим организаторов за этот красивый жест и за это мероприятие в Вадул-Лека. Думаю, это хорошее начало. Напомним, партия Шор обещала реализовать проект детская площадка в каждом селе во всех населенных пунктах, которые возглавляют примары, избранные от политформирования. Меньше чем за месяц уже были открыты 10 игровых площадок. На этом все к этому часу. В студии была Ирина Варсан. Спасибо, что были с нами. Не пропустите в 21.00 вечерний выпуск программы «Время новостей». Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok